Приветствую вас. Как таковая пустота в душе, то что вот вы называете пустотой в душе, образуется, ага, значит, силу особенностей сознания и способностей к... расширению и сужению сознания. То есть вот, например, грубо говоря, сознание способно образовывать привычки для того, чтобы не тратить свои ресурсы на... вещи, которые делаются постоянно, да, то есть человек склонен к тому, чтобы экономить свои собственные силы, потому что они у него не бесконечны. Вот. И, соответственно, когда возникает ситуация, повторяющаяся, вот, при наличии позитивного какого-то момента, а именно появления в жизни человека, то сам человек, то есть вы адаптируется к этому новому явлению. И потихонечку, вот, когда мы говорим, мы говорим, что... привыкли к человеку, да, когда мы говорим об этом, мы, собственно, подразумеваем как раз таки то, что перекладываем на... своего... своего... партнера... какие-то... элементы... элементы... ответственности, какие-то элементы... собственных... желаний... собственных... переживаний... вот... и... благодаря этому способны в какой-то степени экономить свои ресурсы, экономить свои силы. ээээ... когда... отношения... заканчиваются... когда отношения... завершаются... когда... человек... уходит... на другого человека... в принципе, у обоих возникает эта пустота, потому что... это поведение больше не работает... эээ... место, которое занимал человек в нашей жизни, стало свободным... и над какими-то... вещами... эээ... над которыми мы не привыкли думать, которые мы не привыкли обрабатывать сознательно... нам... теперь нужно вновь... задумываться... и... данный аспект... конечно же... не... эээ... даёт... позитива... ээ... а наоборот создаёт достаточно неприятные ситуации, потому что... для человека это выглядит как... шаг назад... для человека это выглядит как... эээ... ну... ну... такое вот... проявление... ээ... деградации... да... как проявление деволюции... к сожалению... вот... а... вот, собственно, из этого образуется пустота... эээ... естественно, что... это не единственная... причина... в которой... пустота появляется... есть причины ещё... вот... например... эээ... завязано... слишком... многое... то есть когда... от партнёра... грубо говоря... эээ... многое зависит... слишком многое... слишком многое зависит... вот... в этом случае тоже... эээ... эээ... имеет место быть... эээ... пустота... эээ... 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 ээээ... качестве... ландертски. в этом случае тоже... эээ... эээ... пустота достаточно... сильно... сильно... ...сильно... ну... эээ... ээээ... 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 у человека есть свои ходы, у человека есть свои цели, свои идеи, свои стремления какие-то. В этом случае достаточно легко переживает расставание, но, конечно, здесь тоже возможны нюансы, здесь тоже возможна грусть. Вообще самая легкая форма, именно легкая форма, да, это грусть. То есть именно грусть это то, что в самой легкой форме испытывает человек при расставании. Пустота также является в какой-то степени следствием, я бы сказал, того, что человек не может отпустить. То есть вот когда не получается отпустить партнера, когда имеет место быть нужда в нем, когда есть нуждаемость партнера. Вот. то в таком случае тоже возникает ощущение пустоты, достаточно сильно пустоты. Потому что здесь человек как бы, ну, зависает в такой вот прострации, да, в невесомости человек зависает и не может двигаться дальше. То есть он и отпустить не может своего партнера. не может отпустить, не получается это сделать. И не получается самому найти, значит, что-то вот для себя. да. Вот. Из этого получается такая вот крайне неприятность. Неприятный такой конфликт, неприятное состояние. именно, вот, называемое, ну, чем-то похожее, наверное, наверное, на депривацию. То есть это состояние депривации. Можно назвать это так, состояние депривации. Когда человек оказывается депривирован. Т.е. не способен вот как-то, ну, нащупать какую-то основанную, да, нащупать какой-то вот опору, точку опоры для себя. В этом случае тоже возникает пустота. Вот. Ну, нам, нам с вами на самом-то деле не столь важно, почему пустота появляется. Хотя вам, может быть, так и не кажется. Ну, не столь важно, как пустота появляется. Сколь важно другое, важно то, вследствие чего она появилась именно у вас. Я надеюсь, я смог для вас донести, что причин для этого достаточно много. Сам, для этого достаточно много, я смог, надеюсь, для вас это донести. Возможно, чтобы вы для себя постарались определить, что делать дальше. Т.е. как вы будете, ну, как вы будете двигаться дальше, и что вы будете делать дальше в этой ситуации. Вот. Чего вы хотите делать, будете ли вы что-то делать, да. Т.е. например, будете ли вы, там, как-то вот анализировать, ну, эту ситуацию и так далее. Ну, вот это, пожалуй, куда важнее, это, куда более важнее история, чем, значит, ну, чем то, что вы пытаетесь понять эту ситуацию, то что вы пытаетесь все как-то вот рассмотреть, то что вы пытаетесь все понять причины этой ситуации, а вот это, к сожалению, это, ну, в большей степени, наверное, что-то негативное, негативное, да, потому что практической пользы, но в этом нет никакой. А вот, к сожалению. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить. Ага, т.е. не, ну, старайтесь, 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 постарайтесь не рассыкливаться на моментах, связанных с причинами, да, старайтесь, в большей степени, обратить свое внимание на то, что будет дальше, то есть, ну, надо смотреть вперед. А это куда более важно, ну, куда более важно, ну, куда более важно, чем то, что вы предлагаете, ну, чем то, что вы хотите. Это куда более важно, мне так кажется. Вот. Вот, в принципе, наверное, то, что я могу вам сказать сейчас. То, что я могу говорить, исходя из той информации, которую вы предоставили нам. Вот. Я понимаю, наверное, что этого недостаточно. Я понимаю, что, наверное, в полной мере. на ваш вопрос я не отвечаю, но, исходя из той информации, которую вы предоставили, я надеюсь, что этого будет достаточно. Пока что, вот, именно, ну, именно на данный момент. Вот. Так. Давайте на этом закончим пока что. Вот. 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 Я надеюсь, что вам это было полезным. Надеюсь, что для вас это было интересно. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что ситуация, ну, превратится самым лучшим образом.